Утренние энергии. Руна Феху. Планета Марс. Древо Игдасель и его владыка. Божество-покровитель Ньюорд. Фрейр. Фрейн. Огонь Земля. Итак, эта руна означает полноту обладания, которая не ограничивается только материальной собственностью. Собственностью человека являются и переживания, и память, и интеллектуальный багаж. Руна Феху. Руна материалов, средств и энергии жизни. Это касается денег, вещей, предметов, обихода и знаний, которые необходимы людям, как инструменты для упорядочивания жизни. Руна Феху. Феху символизирует благополучие, не сопровождающееся самодовольством, а рассматриваемое как данность, как естественное состояние человека. Благополучие есть категория психологическая, а не финансовая. Это некая внутренняя удовлетворенность, внутренний покой. Феху символизирует защиту от потерь и проигрышей, охранение ценностей и достижения, стабилизацию эфирного тела. Она связана со знаком весов и управляет сохранением добрых отношений с людьми. Именно весы учат рассматривать дружелюбные отношения с людьми, как человеческое богатство. Мои годы – мое богатство. Мои друзья – мое богатство. Не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, враги – это тоже богатство, потому что они помогают активно развиваться. Руна несет энергии и возможности достижения психоэмоционального благополучия, определенного уровня душевного комфорта и покоя, который рассматривается в эзотеризме как реальное богатство человека, более ценное, чем внешние предметы. Также эта руна отвечает за плодородие, за возможность порождения нового, начиная от рождения ребенка и заканчивая рождением предприятия. Символистически эта руна представляет процесс присоединения, прикрепления. Правда, ее энергии чаще всего ведут к ограничению реальных шансов достичь желаемого состояния. На внешнем уровне человек желает стать богатым, а на внутреннем плане он становится несчастным. Например, превращается в раба своего предприятия. Его захватывает имущество, которое он так радостно присоединил. Общение с божеством, стоящим за руной в эхо, помогает разобраться, что брать, а что оставить, что можно и чего нельзя делать. Вопрос баланса между тем, что необходимо в нашей жизни, и тем, что не является необходимым. Это мучает энергией весов. Медитация, просто созерцание этой руны, помогает отделить зерна от плевел, то есть внутри себя определить необходимое и избавиться от лишнего. Также руна в эхо связана с любовью, как процессом объединения, с сохранной ценностью, а также с их защитой. Это седьмой дом астрологии. Согласно руне в эхо, приобретение, посылаемое Григором, для более эффективного служения его идеям, Божество как бы провоцирует и Григорь дать человеку то или иное приобретение. А культный смысл любых присоединений – передача сознательному человеку средств для более эффективного служения. Помните, приобретения никогда не посылаются нам лично. Вся жизнь – это служение, работа на идею, то есть на эгрегор, участие в общей мировой динамике на том или ином уровне. Все, что человек имеет в личной собственности, является топливом, сырьем, материалом, средством для осуществления им своей миссии. Всякое приобретение предполагает использование его для работы. За Юпитером приобретениями всегда следует Сатурн. Экзальтирующий в весах Сатурн предполагает эффективную, напряженную работу на эгрегор. О второй части работе человек, как правило, забывает. Мы бездомно растрачиваем, расточительно и безответственно расходуем дары. Но вторая – сатурнянская фаза служения эгрегору неизбежна. Но если потратили дары, энергию, то нам ее уже не с чем будет осуществлять. Ну, как пример, человек получил полный банк бензина. То костер разожжет, то продаст, то сюда нальет, то туда нальет, а потом машину толкает, гневно ругая собственную карму. Или собственную глупость, если признает. Это глупость. А глупость, заключающаяся в том, что он неправильно распорядился горючим. Поэтому очень тонко необходимо чувствовать грань верного использования порученного. Руна-эхо несет ответственность за красивое. Это весы продуманные, это стихия воздуха. Мудрое, сбалансированное, гранно-мутное использование, приобретение. Здесь можно будет вспомнить притчу о зарытых в землю таланта. У человека, не сумевшего приумножить дарованного, отнимается все. Большой талант – большая ответственность. Большое приобретение – это большой долг. Любые приобретения даются человеку в долг, как поручения, назидания, указания к действию. Как действовать – решать самому человеку по совести, по зову духа, интуитивно, трезво и здраво наблюдая за окружением. Однако нельзя принимать доверенное за свое. Как правило, люди принимают способности, деньги, любые энергии, материалы и средства, как нечто свое собственное. В определенном смысле, человек вообще ничего своего не имеет, кроме себя самого. И даже тело является таким же инструментом, данным ему для работы. Любые приобретения должны приводиться в движение, динамизироваться человеком, а не проедаться. Тот же принцип зарытого таланта. И не оставляться без внимания. Из желания стабильности по инерции люди стараются хранить полученное. Например, набивая деньги чулок, деньгами чулок, не понимая, что весь жизненный процесс есть приумножение имеющегося, а не попытка удержать воду в решете. Только в движении, в развитии, в расширении, использовании и применении вырастают владения. И если на одном уровне развития человек продемонстрировал, что и как он умеет, утвердил свои способности, то в дальнейшем ему придаются еще большие способности, еще большая сила. Наша жизнь – это сплошной скрытый экзамен. Поэтому любое приобретение является вопросом, поставленным перед человеком. Например, дар тела. Мы начинаем радоваться телу только тогда, когда видим безногих, слепых, покалеченных людей. А до того, разве мы ценим сокровище, которое дано нам в теле? Так же и по отношению к любым владениям. Не приводя их движения, мы не исполняем задачу. Без задачи, без функций, без целей жизни нет. Ибо жизнь – это стремление из прошлого в будущее. Жизнь совершается в процессе развертывания, развития, взаимодействия, созидания здесь и сейчас. Она не зацикливается на результатах, но ведет нас от одного к другому. Результаты движется, течет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова